Тренироваться дома или в спортзале? Плюсы и минусы обоих методов. Сейчас я расскажу о них подробнее. Ко мне приходит много писем о том, где эффективнее тренироваться, можно ли тренироваться дома, или все же лучше идти в спортзал. Давайте я вам расскажу плюсы и минусы. Плюсы тренировок дома, это такие, как вы не тратите деньги на спортзал, а у вас есть возможность тренироваться в любое время, когда вы свободны и когда вы отдыхаете. То есть вроде бы нормально, но тренировки дома имеют ряд негативных моментов, то есть минусов. Первое, нет оборудования такое, какое в спортзале. То есть вы не сможете эффективно тренироваться. Нужны там свободные веса, штанги, гантели, нужны тренажеры. Если вдруг у вас упадет штанга на пол, то соседи начнут вам стучать. То есть в спортзале лучше. Это главный минус. Ну, некоторые мои знакомые все равно дома оборудуют у себя спортзал и занимаются. Еще один минус домашних тренировок, все отвлекает. То есть вы уходите в комнату, которую вы оборудовали под спортзал, но все равно кто-то может позвонить на телефон, кто-то может прийти в гости. Домашние там, жена, дети тоже отвлекают. Для нормальных эффективных тренировок нужно, конечно, концентрироваться. Давайте посмотрим плюсы и минусы все же спортзала. Единственный минус спортзала – то, что нужно ехать, то есть время до спортзала. У кого спортзал рядом с домом, ну, тем проще. И самый главный минус – это то, что нужно платить за него. Если в провинции там недорого, то в Москве это достаточно дорогое удовольствие. Абонементы стоят недешево. Но спортзал имеет ряд очень важных плюсов. Во-первых, там есть все оборудование, которое нужно вам для эффективных тренировок. Приходя в спортзал, вы как-то концентрируетесь и тренируетесь. То есть пришли в спортзал, вас никто не отвлекает, вы знаете, что час или два часа вам нужно отдать на тренировку. Я считаю, что домашние тренировки имеют место быть, то есть можно заниматься, можно добиваться результатов. Но мощных, серьезных результатов вы дома не добьетесь. Нужен, конечно же, спортзал. Если вы со мной согласны, или у вас есть какое-то свое мнение, оставьте комментарий. Если хотите получать от меня больше таких видеоуроков, кликните по ссылке внизу и подпишитесь на мой бесплатный курс.